Давайте потихоньку начинать, а те, кто тормозит, присоединятся попозже. В общем, тема у меня незамысловато называется «Хак как PHP нового поколения». Кто вообще из присутствующих программирует на PHP? Давайте не будем обманывать себя. Давайте честно скажем, кто хотя бы вообще умеет программировать на PHP и знает, как это делать, и делал это. Это уже больше похоже на правду, но те, кто не подняли руки, скорее всего, нас обманывают, потому что все знают, что PHP – это язык, с которого почти все начинают веб-разработки, по крайней мере. А кто здесь веб-разработчик? А кто все остальные? В чем вы занимаетесь? Окей. Ну, начнем с того, кто я такой. Для начала я соосновательный технический директор интернет-газеты «Бумага». Кто здесь знает бумагу? Хорошо. Во-вторых, я с недавних пор разработчик ВКонтакте. Кто здесь знает ВКонтакт? Хорошо. Вот. Кто здесь знает, что такое HHVM? Уж извините, что я вас задолбал. Никто не знает, да? Почти. Почти. Хип-хоп виртуал машин. Никто не знает, похоже. Ну ладно. Это технология Фейсбука, и у вас должен быть разумный вопрос возникнуть, а почему разработчик ВКонтакте сейчас стоит передо мной и рассказывает про технологию Фейсбука? Я могу ответить. Не надо. Не надо. Нет. Не надо было отвечать. Собственно, на самом деле, суть в том, что я работаю не так давно, а идея доклада у меня появилась достаточно давнее время назад. Мне кажется, что хип-хоп и, ну, сам язык хак очень крутые, и обязательно нужно про них рассказать. Несмотря на то, что он существует довольно давно, проникновение именно на российский рынок, да и вообще в принципе, очень сравнительно маленькое. Хотя у меня есть много вопросов. Ну, я не понимаю, почему это происходит. Ну, давайте по порядку. Зачем? Зачем нам нужна замена PHP? Ну, кажется, довольно-таки очевидный вопрос. Ну, во-первых, производительность. Как мы знаем, PHP, в принципе, по вычислительности, ну, как бы мощностям своим проигрывает большинству современных языков программирования. Например, JavaScript, сильно очень. Во-вторых, у него нет такой вещи, как JIT, которая, в принципе, более-менее стала уже довольно-таки стандартной ситуацией для языков, которые не компилируются. В-третьих, ну, как бы по бенчмаркам все, в принципе, видно. Ну, там проблемы с работой с памятью, много-много. Те, кто разрабатывает на PHP, прекрасно о них знают. Анонимные функции. Анонимные функции в PHP выглядят просто ужасно. Это факт. Это ими невозможно абсолютно пользоваться. И, ну, как бы синтаксис ужасный, перечисление всех параметров, которые нужно получить в Clojure, жуткий. Ну, это тоже. Ну, и в целом про синтаксический сахар, как бы, как понятие в PHP отсутствует. Никто не старается делать жизнь разработчика проще в PHP. Ну, зачем? Это же разработчик, пусть страдает. Нет поддержки асинхронности из коробки. Возможно, кто-то из вас слышал про такую штуку, как ReactPHP. Довольно, ну, сравнительно недавний проект. Попытка, скажем так, сделать некое подобие того, что происходит в Node.js, но только на PHP, с копированием абсолютно всех абстракций, которые при этом присутствуют на Node.js. Вот. Но, тем не менее, если вы работаете на PHP, со синхронностью у вас большие проблемы. Есть такая замечательная статья, которая называется PHP is born to die. То есть PHP рожден умереть. Которая не говорит о том, что PHP рожден, чтобы исчезнуть с лица земли, а говорит о том, что, типа, ну, PHP, в принципе, разработал свой язык, как пришел запрос, он отработал и умер. Все. Он уступил, там, следующему поколению. Это, грубо говоря, воркеров. Соответственно, что еще? Нет нормальной системы типов. Ну, если бы я сказал это пару лет назад себе, я бы выглядел, ну, и вы, наверное, может быть, часть из вас выглядит вот так, что, типа, кому нужна система типов? Это, типа, ну, я, когда говорю про систему типов, понятное дело, что в PHP есть какая-то система типов. Я, естественно, имею в виду разметку типов, да, то есть некая статическая типизированность и процесс проверки этих типов на соответствие. Потому что если, там, ну, пару лет, например, мне лично казалось, что это все фигня и динамическое типизирование наше все, и вообще система типов-то просто для стариков, которые не понимают, что происходит, то, в принципе, сейчас, видимо, может, я уже постарел, я в целом согласен. Ну, разметка типов это иногда очень полезно и отлавливает кучу ошибок, позволяет получить прирост, серьезный прирост производительности и так далее. Соответственно, хочу поговорить о HAC и HipHop VM. Вообще, собственно, если говорить немножко про историю, как все начиналось? Где-то в 2010 году был вынослирован транспайлер, который назывался HipHop. Это был проект Facebook. Он делал следующее. Он брал PHP-код, транслировал неким образом в C++, компилировал это все, ну, или в C, я уже не помню, если честно. В C++, да. Компилировал это все, и у нас на выходе получалась программа, которая работает, типа, ну, пару раз, может быть, несколько раз быстрее. Вот. Соответственно, какое-то время это продолжалось. Facebook интегрировал это в себя, задеплоил на большинство своих серверов, а потом понял, что, в общем, это не самая удачная идея, как, например, ну, довольно понятное дело, что вы разрабатывать будете в среде PHP, в которой гораздо быстрее и проще разрабатывать. Вы не будете каждый раз компилировать весь проект с помощью GCC, например, да, чтобы посмотреть, как вы поменяли запятую где-нибудь. Это неудобно. Вы будете разрабатывать все равно PHP, соответственно, ну, есть некие расхождения между средами все равно. И как бы они подумали, что круто было бы сделать виртуальную машину, а именно сделать, по сути, ну, как бы интерпретатор, добавить туда JIT и получить примерно те же самые скорости, но без потери скорости разработки, а в целом, в принципе, отчасти, возможно, иногда и прирост по сравнению со скомпилированной версией. Потому что JIT, из-за того, что он знает про реально, он может анализировать то, как работает программа, он знает про типы переменок гораздо больше и может оптимизировать их, ну, лучше, чем статический компилятор. Соответственно, что такое хак в принципе? Хак это некое такое, некое ответвление от PHP, да, то есть, грубо говоря, если сначала разработчики делали полную совместимость, да, то есть, они просто хотели делать альтернативную среду для PHP, ну, исполнения, то в какой-то момент они решили, что хватит, надо делать что-то свое и сделали несколько дополнений. При этом HTM все равно сохраняется полностью совместимой с текущей версией PHP и все фичи, которые там будут работать, ну, практически все, они будут работать с ВИЧ-ХВМ. Соответственно, он в принципе состоит из двух вещей. Это хак-тайп-чекер, по сути, отдельный такой процесс, или там, в общем, отдельная программа, которая занимается тем, что проверяет типы. Ну, тип проверяет разметку типов, проверяет, по сути, выполняет статический анализ программы, которую вы пишете. Делает это, ну, ладно, в общем. А ВИЧ-ХВМ это, понятное дело, виртуальная машина, да? Все вроде бы понятно. Соответственно, тайп-чекер, в принципе, не входит в состав ВИЧ-ХВМ. Это отдельная программа. Он умеет делать инкрементную проверку, да? То есть, грубо говоря, проверяет не весь проект ваш, а только часть его, которую вы поменяли. Соответственно, в среднем, даже на проектах размеров Facebook, у тебя время на проверку уходит примерно 200 миллисекунд. То есть, как бы это очень быстро. И он легко встраивается со всеми современными редакторами, типа там Atom, Sublime, ну и все остальное. Вот здесь, к сожалению, очень плохо видно. Может быть, те, кто задние ряды, хотят сесть поближе. Ну, смотрите. Соответственно, это как выглядит система типов и разметка типов в хаке. То есть, в принципе, она выглядит как, не знаю, в C++. То есть, у вас есть, ну почти, за небольшими изменениями, да? Соответственно, у вас перед переменными функции вы ставите ее тип и через двоеточие после функции вы можете ставить тип возвращения, ну, который возвращается. Все просто. Соответственно, если вы передадите, в принципе, более-менее то же самое, вы можете написать в PHP, ну, кроме return type, да? Но PHP, честно говоря, не умеет работать со скалярными значениями. То есть, грубо говоря, если у тебя вы объявили переменную int, а передали float, ну, или наоборот, объявили float и передали int, то как бы в PHP вам ничего не скажет. Хак на это вам рубнется на этапе, скорее всего, еще, ну, то есть, разбора типов. Соответственно, в хаке, что называется, мягкая система типов. Что такое мягкая система типов? Это мой вольный перевод такого термина, как gradual typing, что дословно можно перевести как непосредственное постепенное типизирование. То есть, что это значит? Это значит, что вам не нужно сразу весь ваш код типизировать, вот весь ваш код, который вы делаете, который у вас уже сейчас есть, размечать. Нет, вам достаточно делать это постепенно. То есть, там, где вы это сделали, хак будет, хак type checker будет проверять ваш код и будет вам выдавать ошибки, если вы их совершили. Соответственно, там, где этого не сделали, ничего, ну, как бы все будет работать, просто, как бы, как. То есть, три режима. Partial – это когда вы можете, как бы, ну, по сути, взять текущий свой PHP проект и поднять его на HHVM в режиме partial. Вот, есть decal – это почти то же самое, и есть strict, у меня, к сожалению, там печатка. Есть strict, который вам будет, если у вас нет какой-то разметки типов, он будет ругаться и говорить вам, что, типа, все плохо, надо написать, ну, у вас не размечены типы, или у вас не соответствует типов, или что-то в этом роде. Но он ожидает от вас, что вы пишете полностью валидную хак программу. Есть типичные примитивные типы int, там, целая строка, булевые массивы, такие вещи, как void и mixed, тем, кто, вот, void всем знакомый, mixed, в принципе, тоже. Есть такая штука, как nullable types, это уже чуть более интересная вещь. Опять же, к сожалению, не очень хорошо видно, но суть в том, что перед любым типом вы можете, даже своим собственным, который вы создали, вы можете поставить такой знак вопросика, это значит, что этот тип может принимать значение null. Ну, как бы, в целом, там, в том же самом C++, вы можете и в любом месте поставить null, и все будет хорошо, а потом через месяц согрести замечательно где-нибудь, где у вас какой-нибудь там null референс случился. Вот, соответственно, здесь так не получится, если вы передадите сюда null, или как-то это так случится, что сюда попадет null, то хак вам ругнется, если у вас нет знака вопросика. А если есть знак вопросика, то он, например, ругнется, если вы попытаетесь, вот, например, там, check not null, если вы сразу вернете переменную x, то он ругнется, потому что есть несоответствие типов. Вы, как бы, говорите, что у вас есть nullable int и обычный int, и у них автоматического приведения нет. То есть, как бы, если вы делаете вот такую проверку, то он не ругается. Кстати, такие вещи, как коллекции, опять же, ну, то есть, типа, вектор, хэш и так далее, там, ну, это множество. Вот, я чуть позже покажу, там, пример работы с ними. Вот, дженерики, ну, это тем, кто с Java знаком, то есть, это вот эти, по сути, шаблоны, да? Ну, то есть, кто знает, что такое дженерики? Ну, остальным и не надо знать, это мерзость. Вот, функции вы можете, естественно, типизировать, то есть, у вас функция может возвращать функцию, вы можете определить тип функции, то есть, грубо говоря, что вы можете сказать, что эта функция возвращает функцию, которая возвращает, принимает один int и возвращает bool. Типа, иногда это очень удобно, но это не обязательно. Тайпалиасы, это все понятно, то есть, типа, вы хотите один тип назвать по-другому. Ну, там есть еще несколько нюансов, но я просто сейчас вдаваться не буду. Генераторы, они, в принципе, есть в обычном PHP, просто здесь они тоже типизированные. И awaitable, это некая новая штука, чуть позже сейчас будет про нее. Собственно, async. В хаке, как я уже говорил, решена проблема с асинхронностью, а именно, соответственно, ваш код может исполнять несколько, скажем так, ждать несколько вещей параллельно и при этом исполнять еще что-то. Для этого используется следующая конструкция. Если вы хотите объявить функцию, которая работает асинхронно, вы просто говорите ей async function и возвращаемый тип, у нее будет awaitable, это некий контейнер. И внутри этого контейнера будет лежать реальный тип, то есть, например, int. Соответственно, дальше, внутри кода вы как бы присылаете перемены и перед вызовом этой функции, например, или метода, неважно, вставите await. В этот момент как бы хак сам понимает, что исполнение функции остановилось. Это не значит, что как бы в этом трейде сейчас, ну как в PHP, да, если вы делаете асинхронный запрос куда-то, это значит, что в PHP, ну как правило, если вы не там, не подставляете костыли, все остановилось и ждет пока, и ждет пока, соответственно, вы не получите ответ или там не случится тайм-аут. Соответственно, здесь это не обязательно. Вот тут понятное дело, что как бы все вроде как просто, здесь такой пример, может быть, не самый удачный, но я чуть позже покажу пример, где это более понятно, это польза от этого. Соответственно, генераторы тоже все просто. Кто знает, что такие генераторы? Ну, то, что называется yield в Python, в общем, генераторы в JS. Ну, в общем, у вас есть некая функция, которая работает немножко ленивым образом, да, то есть она может вам, вы ее можете вызвать, она вам вернет что-то, вот, а вы потом еще раз ее вызываете, она возвращает уже нечто другое. Соответственно, ну, типа, ключевое слово yield, yield, да, то есть, это, кстати, в PHP 5.5 уже есть. Соответственно, вы вызываете yield, вы как бы с таким синтаксисом, и, например, вы можете делать с помощью этого какие-нибудь итераторы, например, вы можете делать генератор бесконечной последовательности. Например, да, вы просто запускаете while true, делаете инкремент, и делаете какой-то, господи, счетчик, и просто yieldите его каждый раз. Поэтому у вас будет просто, как бы, по сути, бесконечная последовательность, по которой можно итерироваться, как по массиву, например. Ну, не понятно, зачем это нужно, но это можно делать. Что касается хака, более-менее я так дал понять. Дальше еще есть очень прикольная штука, которая называется XHP. XHP — это, если кто работал с React, некая похожая штука, которая на самом деле есть прообраз React в своем смысле. Что это такое? Это можно писать HTML прямо в PHP, и ничего при этом, не ставить никакие запятые, в смысле кавычки, ничего специального не делать. Это просто валидный XML внутри хака кода. Вот пример. То есть у вас есть функция, и вы можете типизировать ее, возвращаемый результат. Соответственно, это тип XHP. Вы возвращаете div, в котором там hello world, и вот такой вот синтаксис интерполяции, то есть вы можете строить какую-то переменную внутрь. Ну, хорошо. Хороший вопрос. Нормально ли это вообще? Ну, то есть, типа, блин, там шаблоны, это же круто, нельзя вставлять код прямо, ну, типа, нельзя вставлять HTML-код в view вообще прямо внутрь кода. Ну, вообще да, это нормально. Как пример можно подсказать, то есть XHP появился раньше, чем React. Но если кто знает, что такое React.js, то, в общем, они брали свой опыт из XHP. То есть, и сейчас на успехе React можно прекрасно видеть, как бы, что компонентный подход гораздо лучше, чем темплейтинг. Стандартном смысле этого слова. То есть, я чуть позже объясню, чем. Защита от XSS по дефолту. То есть, грубо говоря, все переменные, которые вставляются внутрь хака, они автоматически экранируются. Вам нужно очень-очень серьезно постараться, чтобы внутрь этого компонента, внутрь XHP, вставить некий HTML, не экранированный. Это реально сложно, и это реально спасает вас от лишних ошибок. То есть, когда вы 10 раз подумаете, сколько вам нужно телодвижения сделать, прежде чем вставить туда там сырой HTML, у вас уже 10 раз вы придумаете, как этого избежать и как бы сделать по-другому. Вот. Валидация HTML-дерево. Соответственно, на стадии разбора, грубо говоря, в момент, когда TypeChecker проверяет систему типов, он уже вам может сказать, что у вас косяк, потому что, ну, внутри самого XHP вы можете говорить, что, окей, у меня есть я, это мой компонент, вот, а у меня детьми могут быть только узлы такого-то типа. Соответственно, если вы там, например, закрыли, не закрыли div, или вы там, не знаю, что сделали, или внутри там all поставили div, то он вам нарубнется, потому что это вообще невалидное HTML5, и так делать нельзя. Соответственно, компоненты. И компоненты — это круто. Сейчас объясню, почему. Вот пример компонента. Это кастомный компонент, да, то есть, соответственно, вы здесь уже создали что-то свое. Вот, ну, он очень простой, да, то есть, грубо говоря, у нас есть некая функция, которая возвращает xFrag, xFrag — это, по сути, пустота, она схлопывается в ничего. Это просто нужно для того, что в xHP всегда возвращаем, ну, должен возвращаться одна нода, ну, то есть, типа, какой-то корень, чтобы это было дерево. Вот, когда у вас нужно просто плоскую структуру какую-то вернуть, вы используете этот xFrag. Соответственно, и дальше вы, не знаю, там, вводите двух авторов, да, вы их объявляете внутри кода вот так, там, если видите, я надеюсь, что вы видите, там, блок двоеточия Ossor, да, передаете ему какой-то параметр, а внутри вы генерируете, ну, какую-то ссылку и возвращаете ее назад. Соответственно, как бы плюсы. Переиспользование, простота, понятность, абстракции. Более сложный пример. Тоже с ним особо долго не буду заморачиваться. Суть в чем? В том, что у нас это асинхронный комбонент. Это как раз те, например, плюсы асинхронности. То есть, в данной ситуации мы как бы возвращаем функцию. Ой, я, видимо, там забыл. Ну, ладно. И там просто нужно было сделать async function. Ну, неважно. То есть, потому что функция получилась синхронная. Соответственно, вы здесь не только уже просто генерируете два этих имена автора, вы еще за ними в базу лезете. Но прикол в чем? Ну, это плохой пример. Вы так никогда делать не будете. Вы сначала достанете имена автора, а потом их передадите. Но, например, если у вас есть некие сложные куски деревьев, которые могут, ну, вы можете забирать для них данные асинхронно, параллельно. То есть, ну, например, я не знаю, у вас есть блок, лента, у вас есть какие-то интересные ссылки, у вас есть футер, хедер. И вы все это можете делать асинхронно. То есть, грубо говоря, вы посылаете запрос, вы не ждете, пока этот запрос закончится, и потом приступаете к следующему запросу. Вы посылаете несколько запросов, у вас это дерево само, XHP сам умеет разбираться, ну, как бы делать все параллельно, асинхронно. Вам тоже думать даже ничего не надо. Вы просто объявляете у компонента асинхронную функцию рендеринга, и все. Дальше все происходит самостоятельно. Соответственно, почему компоненты лучше шаблонов? Ну, первое, я уже сказал про просто, в принципе, предостатки, ну, достоинства компонентов внутри хака, но даже если, как бы, говорить абстрактно, почему компоненты лучше шаблонов? Ну, потому что шаблон — это кусок строки, да, с интерполяцией. Ну, как бы, кусок строки не очень хорошо можно переиспользовать. Это не очень удобно. Кусок строки никак, то есть у вас нет никакой структуры, она очень плоская. Соответственно, даже если вы, допустим, делаете какие-то, у вас есть какая-то система шаблонов, вы делаете шаблон include внутри шаблона, то вы, например, как здесь, вы можете создать корень, потом создать свой пользовательский элемент, внутрь него передать какой-то HTML и с этим HTML сделать, ну, то есть этими компонентами сделать все, что угодно. То есть вы можете как угодно структурировать свое XML-дерево. То есть, я не знаю, там, хоть циклы, но делать компоненты, которые будут повторять один и тот же элемент, там, 10 раз, например. Или оборачивать, ну, делать какие-то обертки, которые на самом деле, там, ну, не генерируют никакого реального HTML-кода, а делать какие-то проверки. Ну, и, короче, да, соответственно, вы получаете, как бы, еще один уровень абстракции над строками, вы вместо строк получаете некую более сложную сущность, которую гораздо проще переиспользовать за счет того, что она более абстрактна. Соответственно, можно, как я уже сказал, типизировать структуру с помощью параметра children, и можно использовать такие вещи, как категории, но это не очень интересно на самом деле. Собственно, еще раз, зачем? Ну, хорошо, я вам про это все рассказал, типа, вы поняли, что там, хак у меня то и то и то, ну и что? Ну, вот, например, жизненный опыт. Как я уже говорил, я технический директор бумаги, полгода назад мы перевели наш WordPress, ну, бумага работает на WordPress. То есть, ничего там сверхъестественного. Мы перевели ее с обычного PHP на HHVM. Просто не делая никаких изменений. Опять же, тут, к сожалению, не видно, но прирост, грубо говоря, в два раза. Даже больше кое-где. То есть, я воспользуюсь стандартной утилитой Mac OSI, допустим, AB, которая сделала тысячу запросов, показала, что в среднем запрос с HVM работает в два раза быстрее, при том, что я вообще никаких изменений не делал. Это было, то есть, грубо говоря, я там сделал AB, поменял настройку Nginx, сделал AB, вот результат. Ну, немножко подытожим, что я сейчас уже сказал. Собственно, компонентный подход, как я уже сказал, это круто. Если кто знает, что такое React, то это довольно круто работает в связке с React. Как раз недавно было, ну, как бы относительно недавно, несколько месяцев назад, React выпустил для XHP специальный что-то типа плагина, который позволяет очень удобно вызывать и обвязывать React компонентами, XHP-шные компоненты. Если у вас, допустим, есть какая-то фигня, какой-то кусок кода, который грузится как бы статичный, вы тут же хотите обвернуть его в какую-то, ну, динамическую штуку, то есть какой-то JS на него навесить, это с помощью XHP и React это очень делать очень удобно. Вот. Асинхронный рендеринг и асинхронный код. В целом, вот, ну, если вы знаете, что такое Node.js, например, наверняка большинство из вас знает, то, в принципе, асинхронность – это то, вообще, почему он выстрелил, да? То есть это потому, что, как бы, используя очень мало ресурсов, можно сделать очень много операций ввода-вывода. А большая часть, на самом деле, очень, ну, то есть там 80% случаев ваш код ждет какую-то внешнюю фигню. То есть он там ждет базу данных, он ждет файл, он ждет модуль, который он рекварит, еще что-то. Ну, в общем, 80% времени вы ждете какого-то, кого-то, и, в общем, не понятно, зачем вам ждать, если вы можете просто писать код так, что вы, как бы, запустили процесс и пошли делать что-то свое. Защита от XSS по дефолту. Замечательно. Это в два раза быстрее текущей версии PHP. Соответственно, вы можете использовать уже сейчас и при этом не повторять совместимость. Что сделал Facebook? Вместо того, чтобы, ну, понятное дело, что у них инфраструктура огромная и им нужно, у них наверняка есть какие-то свои кластеры, да, где работают машины еще на PHP. Ну, то есть по какой-то там, и наверняка есть какие-то причины, по которым с PHP на HVM это перевести нельзя. Ну, там, какие-то C-расширения, которые долго переписывать, еще что-нибудь. Они взяли и написали транспайлер, который берет и хак гнирует валидный PHP, там, 5-5, по-моему. Все. То есть, как бы, хорошо, вам, вы не можете запуститься на HVM, но вам нравится фич-хак, вам нравится типизация, вам нравится асинхронность, там, и так далее, и так далее. Просто можете, я в конце дал ссылку, воспользоваться этим транспайлером, как бы писать на нормальном языке программирование и потом компилировать его в PHP. Профит. Соответственно, но я рассказал вам про какие-то вещи. Всегда должен быть выбор. Выбор должен быть всегда. Как говорит нам матрица. Соответственно, ну и какой у вас выбор? Ну вот, у вас выбор PHP 7 в теории. Кто-нибудь слышал про PHP 7? Сейчас поговорим. Собственно, PHP 7, это такая штука, то есть, это как бы, в PHP решил перепрыгнуть версию, вот, как будто от этого что-то изменится. Ну, соответственно, выпустить... Они, как бы, по сути, посмотрели на HHVM и решили сделать так же, но лучше. Ну, как бы, Zend, конечно, молодцы. Ну, вот пример, например, графика, который в текущей версии PHP 7 сравнивается с HHVM, там, ну, уже не текущей версии, а версии 3.5. PHP 7 просто против HHVM 3.5, сейчас HHVM 3.10 уже, поэтому, ну, как бы, немножко старейшие, это, типа, июльские графики. Вот. Я взял, конечно, тот, где HHVM выигрывает, и WordPress он тут уделал... Ну, это просто WordPress 4.1, и его завели под PHP 7 и HHVM. Соответственно, здесь он выделывает его, ну, там, условно говоря, на 100 запросов в секунду. Как бы, разница не очень большая, но потом есть какие-то графики, где, значит, PHP 7 уделывает HHVM на Drupal, ну, типа, CMS Drupal. Ну, если честно, как бы, эти графики и эти тесты никто из разработчиков PHP 7 не показывал. Конфигурацию компьютера, на которой они тестировали, они тоже не рассказали. А так, как он был в Австралии, больше нигде упоминания про этого не было. Потом я видел обсуждение одного из разработчиков HHVM и от разработчиков PHP 7. Ну, как бы, разработчик HHVM очень сильно выражал свое неверие в эти результаты. Честно, я тоже не очень в них верю, но обещали релиз нормальный в октябре, кажется, я так понимаю, что он не вышел в итоге. В середине ноября, вот, может быть, посмотрим уже какие-то реальные тесты, сможем сами потестить, например, и посмотреть, как оно будет. Соответственно, ну, там еще будет какая-то система типов, что называется, scolor type hints и return type hints. Ну, это то, что я вам говорил. Вот, если раньше вы разметили, что, типа, должен приходить int, а пришел float и PHP сказал, да пофиг, а вроде как новый PHP не будет так говорить. Но, как бы, при этом система типов, как была убогая, так и осталась. Ничего с этим не сделали. Вот еще есть такой оператор, который называется космический корабль. И двойной знак вопроса. Это, типа, ну, это, короче, укороченное, типа, если у вас выполнилось условие, то присвоить вот это значение, да? Слева, справа. Но космический корабль – это какая-то сложная хрень. Если честно, я вообще не понимаю, кому он нужен. То есть, там, если, там, типа, там, а космический корабль – б. Если а больше б, то он вернет 1. Если а меньше б, то он вернет минус 1. А если а равно б, то он вернет 0. То есть, кто и в каком кошмарном сне придумал вот эту ерунду, я не знаю. Но они реально, как бы, описывают это как одну из фич. Ну, в общем, окей. Похлопайте, похлопайте еще. KPHP. KPHP – это в том числе среда, в которой я разрабатываю я каждый день. Я подумал, что я обязан просто показать ее и рассказать ее про то, какая она замечательная. Ну, в принципе, как бы, если говорить так, то KPHP – это, по сути, некая урезанная версия PHP, которая, по сути, делает то же самое, что делал, ну, хип-хоп в самом начале. То есть, она берет… Ну, единственное, что она делает не C+++, а C. То есть, она берет, если я правильно помню, и она берет, как бы, KPHP-код, компилирует его в код C и компилирует с помощью GCC, получается бинарник. Там есть всякие еще приколы, то есть, это еще… Она еще умеет и работать, как сервер, веб-сервер сама. Ну, там, умеет по IPC разговаривать. В общем, много чего умеет. Соответственно, как бы, ну, вы можете рассматривать ее как один из вариантов для того, чтобы ускорить свой проект, но, к сожалению, вы не сможете использовать его там для какого-то проекта общего назначения, потому что там нет ООП. Ну, то есть, большая часть проектов open-source, которые вы там хотите использовать, они на ней просто не заведутся. Но если у вас есть, вы знаете, у вас есть какой-то проект, который использует функции PHP 4, и ему нужно очень-очень быстро работать, то да, вы можете его использовать, это будет работать, это все лежит в open-source, я там ссылку прикрепил. Там еще куча всяких движков, но на самом деле, конечно, понятное дело, что без того, чтобы рядом с образом сидел разработчик ВКонтакте, вряд ли там вы сможете сильно много из этого извлечь, ну, потому что как бы документация не обновлялась. Вот. Минусы HHVM. Уж какие минусы? Работает только на Linux. Говорят, еще на OSX, но вот я честно, они каждый месяц релизят, о, тестовая релизия, а то и тестовая сборка для OSX. Я оставлю ее, и она у меня опять фейлиться. То есть, последние, кажется, сборки, ну, типа, актуальные на OSX, были для 10.8, а сейчас я потратил, я днями пытался ее компилировать. У меня ничего не получилось вообще. То есть, в итоге я забил, поставил себе докер, поднял докер-контейнер Linux, докер-контейнер Linux, и внутри Linux у меня отлично все работает. Вот. Ну, есть некий процесс изогрева JIT, то есть у вас, ну, JIT вообще это just-in-time compilation, то есть, грубо говоря, это значит, что первый прогон, он не будет знать ничего про сеть типы, с которыми он работает, да, ну, про типы там переменных функций, локальные типы и так далее. Потом, после нескольких разов, JIT накапливает информацию о переменных, и иногда, если он, допустим, видит, что в этой переменной всегда int, он как бы возьмет и просто более оптимизирует, более оптимизированный бинарный байп-код, который будет учитывать эту особенность. Вот. Ну, и есть несовместимость с PHP. Их не так много, но они есть. Там есть какие-то не поддерживаются расширения, есть такая вещь, как в strict-моде отсутствует фич, возможность писать то, что называется top-level код, да, то есть, типа, просто так в скрипте писать нельзя. Вот. Ну, еще какие-то, но их на самом деле все-таки мало. То есть, в принципе, больше, вот, взять, вот, берете WordPress, правда, WordPress, конечно, немножко фиксили, то есть, они сами подгоняли его. Побратите WordPress, дропал, заводите его на чвем, и он работает сразу же. Собственно, немного ссылок. Это там для тех, кто будет читать презентацию. Я просто более-менее все вещи, которые я использовал, здесь выписал. Если вам интересно, походите, там много приятного. Вот. Ну, и, соответственно, если хотите, пишите мне, там, ВКонтакте, Твиттере, на Гитхабе. Вот, ну, вопросы? Давай. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня пара вопросов. Во-первых, вот вы говорили, что, ну, точнее, в PHP 7 есть новые фичи, которых... Что еще раз? В PHP 7 есть новые фичи, которых вот нет в пятом, в пятом PHP. Ну. Вот. И как у HHVM с этим? В смысле, вот они соревнуются с, очевидно, с PHP 7. Вот. И собираются ли они впиливать здесь в хип-хоп, в фейсбуке те же фичи, что есть в 7-м PHP? Ну, вообще, они говорят о том, что... Они говорят о том, что их цель, так как у них реальная необходимость, чтобы у них много кода, который не... ну, как бы... Который не на хаке написан, написан PHP. Ну, понятное дело, что в PHP 7 фичи как бы туда не попадают, но в целом они обещают полную совместимость. То есть, они обещают, что мы как бы будем... Ну, то есть, там не так в PHP 7 много фич, чтобы можно было бояться, что они будут... То есть, ну, блин, ну не используйте этот спейсшип-оператор. Ну, нафига он вам нужен? Напишите нормальный понятный код. А то какая-то хрень получается непонятная. Вот. Так. Спасибо. ВКонтакте пока не собирается переходить на HVM. Нет. ВКонтакте не собирается. Более того, я хотел бы, наверное, уточнить, что я здесь исключительно представлю свое личное мнение и ни в коем случае не представляю официальную позицию ВКонтакте, ни в коем случае не санкционировал делать какие-то там заявления официальные относительно нашей разработки. Это все я просто разработчик, который просто пришел вам рассказать про там клевую технологию. Соответственно, не надо делать из этого выводов, что ВКонтакте собирается типа бросать свой компилятор и пережать на HVM. Если такое произойдет, то выйдет специальный человек и скажет вам об этом официально, делает официальное заявление. Я не этот человек. Хорошо. Можно у вас будет потом после лекции спросить, ну, задать пару вопросов по поводу опыта перехода? Безусловно. Слава, скажи, пожалуйста, вот есть куча фич, которые мы видим в JavaScript ES6, ES7, здесь тоже самое, генераторы, асинхронные функции и так далее. У кого это первым появилось? Вот по этим всем новым фичам. Кстати, да, я, видимо, я сейчас только что вспомнил, что у меня, видимо, проскочил, я не знаю, может быть, GitHub не синхронизировал, там еще был один слайд про анонимные функции. Я, по-моему, не покажу, но анонимные функции в хаке в 10 раз удобнее. Вот. В смысле, у кого первыми появились генераторы? Ты фиг его знает, там типа из 70-х они появились, где-то там в ком-нибудь языке, E. Я не знаю, где они появились первыми, я знаю, что в Python генераторы были черт знает сколько времени назад. Пожалуй, вот эта фича ссинг-авейт, она, наверное, пришла к нам, ну, я первый раз ее видел, была такая штука, называется Frozen Coffee Script. Если кто знает, что такое Coffee Script, вот, и Frozen Coffee Script ввел такой синтаксис, его потом слезал, ну, этот, TC39 и внес в ES6. Вот. Соответственно, как бы, раньше я так подобно его ничего, наверное, ну, awaitable, как бы, это очень, awaitable сам по себе паттерн очень частый, то есть его много где можно встретить, встретить, какой-нибудь там, наверняка, Джавион был, хотя я не специалист. Вот. Но, как бы, именно такой синтаксис. А вот эти, ну, все фичи, реально, вы слышите новую фичу, вы просто все в голове держите, что ее придумали в 70-м году, примерно, создатель ли, какой-нибудь разработчик на языке Lisp или разработчик языка Е, или разработчик языка Rufal, Rufal, в общем, короче, я не знаю, кто из них первый придумал, но просто, как бы, так как парадигма смещается в сторону параллельных вычислений, ну, конкурентных вычислений, если быть точным, да, то асинхронность становится одной из главных фич языка, и без нее вообще уже никак, то что, ну, как бы, блин, ну, как я уже говорил, да, 8% времени вы ждете какую-то хрень снаружи, и она тормозит всегда, и вот, ну, чтобы не тратить ценное процессорное время на ожидания, все языки, они пытаются каким-то образом использовать его наиболее эффективно, вот там, какой-нибудь Go, она это делает, там, еще и при этом прикручивая туда, ну, вычисления на разных ядрах, но нам бы хотя бы с одним ядром разобраться так, чтобы оно работало нормально и использовало максимально эффективные ресурсы, вот, такая история, наверное, я надеюсь, ответил на вопрос. Да нет, просто реально очень похоже, то, что ты показал, очень похоже на последние версии Джастл-Кэрс. Ну, я думаю, что чуваки из Читверма смотрели на Джаваскрипт почти точно, на Джаваскрипт и Пайтон, вот туда, а еще и МЛ, если кто знает. Хотел бы к вопросу предыдущего немножко абстрагироваться от него и на уровень выше подняться. Вообще, из вашего доклада основная мысль звучала, что этот хак позволяет нам что? Производительность подрасти, а синхронности добавить, строгую типизацию вести, но что опять же нас приводит к увеличению производительности. Тот же ПХП-7, для чего? Вы даже не знаете, почему шестую версию пропустили. Собственно говоря, у них вся эта эпопея затеялась со строгой типизацией. Ну как бы ладно, закончите. Значит, если быть ближе к теме, у нас есть клиент-сайт, у нас есть сервер-сайт, ПХП, если мы говорим про ПХП и как раз продление этой технологии, это все-таки сервер-сайт. Зачем нам асинхронность, кроме того, что она в принципе достижима на ПХП, начиная с четвертой версии, при большом желании? Я бы сказал, что она достижима на уровне костылей. Скажем так, вы про асинхронность говорили довольно много, но совершенно беспредметно. Когда нам нужна асинхронность? Когда мы сидим на клиенте, что такое Web 2.0? Когда мы сидим на клиенте, и не вся страница перезагружается, одна часть обновляется, там у вас чат бежит, там у вас еще что-нибудь происходит, там у вас рефрешится. Это же все замечательно происходит запросами с клиент-сайда. У меня такое сложилось впечатление, что происходит борьба между перетеканием ООП-шных технологий с клиент-сайда на сервер-сайт, и мы видим появление таких вещей, как Node.js. И здесь вы говорите об обратной картинке. PHP пытается переползти из сервер-сайда в клиент-сайд, и вот это смешение HTML-кода с PHP-кодом в хаке выглядит совершенно глупо. Мы столько стремились к тому, чтобы разделить труд верстальщика и труд программиста, и тут опять сваливаемся в эту же фигню. Давайте попробуем провести в формате диалога. Я вас спрошу, вы чем занимаетесь? Разработкой. Какой? Веб-разработкой? Веб-разработкой. На PHP программируете? Непосредственно. Хорошо. Когда вам приходит сайт, вам приходит запрос. Что происходит в этот момент? После того, как запрос попал в PHP? Интерпретатор PHP отработал? Не важно. Нет, интерпретатор работал в бизнес-логике приложения. Что у вас происходит? Представьте самую типичную ситуацию. Что внутри PHP происходит? Нет, не внутри PHP. Запрос к базе типичный. Запрос к базе. То есть это то, что всегда происходит. Запрос к базе, запрос к внешнему бэкэнду, запрос еще к чему-то. Потому что веб-приложения сами по себе построены по тому принципу, что они, как правило, отчасти PHP-шные, скажем, как правило, PHP-приложения построены по принципу того, что они сделаны для того, чтобы собрать информацию с разных источников или записать ее туда и отобразить пользователю. Соответственно, нафига нам грузить целый тред или целый процесс? Зачем ему... Подождите, давайте я это говорю. Или целый процесс? Нафига нам? PHP не нужно отобразить ничего пользователю. У нас все равно крутится, по сути дела, в вебе у нас две машины. Машина-сервер и там отдельное ядро, отдельная операционная система и клиент-сайт. Вы мне объясните, зачем ждать MySQL? Вот зачем вам его ждать и ничего не делать? Для чего нам база данных? Вы спрашиваете? Я спрашиваю, смотрите, вот вы делаете запрос к MySQL, зачем вам в этот момент ждать, а не делать что-то еще на этом PHP? Это как бы разумное использование ресурсов. Ладно. В общем, отвечаю на ваш вопрос. Нет, я вижу, что... Я не вижу смысла в разделении труда верстальщиков и программистов. Я считаю, что, как правило, наша задача как программистов максимально автоматизировать такую вещь, как верстку, и в целом, чтобы... Я вижу максимальное сейчас сближение людей из бэкэнда и фронтэнда, и появление такого термина, например, как фуллстэк-разработчик. Соответственно, я с вами в этом полностью не согласен. А в том, что идет перетекание технологии из сервера на клиент, по-моему, это замечательно. Это обогащает обе инфраструктуры. Более того, я вам скажу, вот, знаете, мы столько времени пытались разделить труд верстальщика и программиста, а еще мы столько времени пытались научить всех объектно-ориентированному программированию, мы 30 лет на это потратили. А вот в 2015 году у нас возникают мысли о том, что объектно-ориентированное программирование может быть во многом решает проблему неправильно. И мы 30 лет занимались ерундой. Мне кажется, что иногда нужно просто признавать свои ошибки и говорить о том, что разделение кода как бы физически по файлам там типа верстки и коды это не всегда правильно. И, например, точно так же, как признать, что ООП возможно была ошибкой. Например. Хотя время покажется. Продолжение следует...